Все познается в сравнении. Не я придумал и не вы. Это аксиома. Давайте сравним, что хотят противостоящие нам, вскормленные и обученные за рубежом сила. Какова их программа? Я хочу вам просто напомнить то, что должен знать каждый сегодня. Прежде чем изложить нашу программу, я напомню их программу. Кратко. Первая. Экономика. Проведение повальной приватизации предприятий. Немедленная ликвидация слабых предприятий. Про убыточные речи нет. Ликвидация и точка. Запрещение продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Распродажа земель сельскохозяйственного назначения. Опять без комментариев. Это основные моменты их экономической программы в политической сфере. Выход из союзного государства с Российской Федерацией, Еразийского союза, Таможенного союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия. Второе. Политическая сфера. Возобновление пограничного и таможенного контроля на границе с Российской Федерацией. Третье. Исполнение всех критерий учленства в Европейском союзе. В информационной сфере. Категорический запрет трансляции публицистических, общественно-политических новостных программ российских телеканалов. Ну, дальше вы помните, притащить сюда литовские, польские, западные каналы и предоставить им полную свободу. В военной сфере. Выход из организации договора коллективной безопасности. Возвращение полного контроля своих систем противовоздушной и противоракетной обороны. Перевод воспитательной работы в армии исключительно на белорусский язык. Белорусский язык должен быть однозначно введен и повально, начиная с детского сада и заканчивая нами. В гуманитарной сфере. Платное образование. Второе. Платная медицина здравоохранения. Третье. Восстановление белорусской автокефальной православной церкви как национальной альтернативы белорусскому экзерхату русской православной церкви. И так далее. Я просто вам напомнил то, что вы уже слышали, о чем вы читали. Для чего я это сделал? Повторюсь. Все познается в сравнении. Теперь я представлю нашу точку зрения для того, чтобы белорусский народ, ну может кто-то из вас, кто не определился, подумали и определились. Главный ориентир – это ожидание, устремление возможности развития современного человека. Ведь какие бы мы ни ставили цели, главным ресурсом в их достижении остаются люди, талантливые и трудолюбивые, преданные своей земле. На каждом из белорусов лежит ответственность за судьбу страны. И главное, у всех есть равные, благоприятные стартовые условия для того, чтобы стать успешным и менять жизнь Беларуси к лучшему. В этом суть справедливости. Запрос на которую в мире, как видим, только растет. В этом смысл нашей модели социально ориентированного государства, доказавшей свою жизнеспособность, невзирая на мировые санкции и политическое давление. Так что же изменилось за последние пять лет? Мы утвердили статусы самостоятельного игрока на международной арене и надежного участника различных интеграционных объединений. Сохранили свои миротворческие позиции и выдвинули ряд инициатив глобального масштаба. Мы стабильно занимаем высокие места в рейтинге индекса человеческого развития. Традиционные отрасли, машиностроение, химическое промышленность, сельское хозяйство работают бесперебойно. Одновременно мы становимся страной новейших технологий. Формирование космической, атомной, биохимической отраслей экономики открывает новые горизонты в будущее. Мы значительно укрепили логистический потенциал республики. Все населенные пункты связаны с современными транспортными магистралями. Реализована в полном объеме программа жилищного строительства. Неоспоримым брендом страны стал достигнутый нами высочайший уровень комфорта и безопасности. Реализована в полном объеме программа жилищного строительства.